Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами». И с нами сегодня трейдер и управляющий активами из города Лану-Де Юрий Марченко. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, коллеги! Совсем недолго был наш с вами перерывчик, с четверо последний раз мы встречались. Коротко, значит, 2018 год я поставил для себя как годом инвестора, то есть фактически привлекая инвестиции. И сегодня мы поговорим о том, как же, собственно говоря, дела уже на привлеченных средствах, где какие плюсы, где какие минусы. Речь будет идти именно об инвестировании. Направление у меня три основных. Это ручная торговля, имеется в виду торговля с помощью алгоритмов. Ой, про прощение, торговля руками, используя фьючерсный анализ и так далее, и так далее. То есть то, что обычно я делал уже на протяжении нескольких лет, также у меня есть специальные торговые алгоритмы, которые позволяют заходить в рынок и практически без прогнозирования движения цены извлекать какую-то прибыль, собственно говоря, с этого рынка, ну и опционный анализ. И там, и там попробуем все время поговорить. Про ручную торговлю. Значит, есть небольшие у меня обновления, даже не обновления, а обновления вот здесь вот они в голове, на самом деле. Решил я маленечко продвинуть этот момент, ну, имеется в виду продвинуть с технологической стороны. Я в управление руками не беру счета, то есть с идеей, допустим, могли бы вы взять там поторговать, нет, этого не будет, потому что это очень затратно с точки зрения моего времени, честно говоря. Я тут с алгоритмом начинаю маленечко захлебываться, но тем не менее здесь совсем по-другому. Но есть момент копирования, и этот момент копирования я буду улучшать с технической точки зрения и с точки зрения статистики, потому что правильно люди спросили, а какова же статистика. Я вот вам постоянно показываю счет, на котором все это дело торгуется, но этого на самом деле недостаточно. Ладно, давайте посмотрим. Это те сделки, которые были у нас четверга, они отфильтрованы. Ну, как вы поняли, все сделки фактически совершены только лишь сегодня. И я продавал евро. Все, что я здесь торговал вручную на этом счете, соответственно, автоматически копировалось у людей, которые воспользуются этой услугой. Что здесь делалось? Значит, по идеям своего же утреннего брифинга, который я сегодня проводил, даже не сегодня, а в понедельник это дело делал, я рассчитывал на продажу от вот этого объема. Если уж говорить, в принципе, про объемы, а именно про объемы я всегда и говорю, значит, это у нас сопротивление. То есть вот у нас новый контракт фьючерсный, да, на бирже семьи. Максимальный объем, безусловно, у нас здесь, но я всегда ориентировался на вот эти вот два накопления. Очень интересно. И, в принципе, от них инструмент таки и завалился. Правда, я думаю, что это произойдет в понедельник. Ну, я вообще не думаю, что это произойдет в понедельник. Я думаю, что это, дай бог, чтобы это вообще произошло. Это произошло, но, увы, я здесь завершил несколько грубейших ошибок. Ну, не то, чтобы ошибок, да, то есть я не знал, что так оно будет. Значит, вошел я в сделку одним объемом, рассчитал изначально риск на сделку 1%. Потом мне не понравилось то, как именно состоялся вход, то, какие кластера здесь были в момент входа. И я решил, пока нахожусь в плюсе, выйти из сделки наполовину. То есть я вышел вот в этом месте, отмечено, да, наполовинку. Получается, что мой риск сократился с 1% на 0,5% от депозита. Вот. И мой тейк-профит, который я, в принципе, рассчитывал взять, да, он, как видите, один к одному был. Это значит, что и тейк-профит тоже 0,5%. В итоге мы с вами видим закрытие этой сделки по профиту. Откусанные мои локти, лежащие на столе. Вот. И еще одна сделка полным процентом на пробой. Есть у меня такая тактика, которую фактически я и обучаю, и сам использую. Значит, эта тактика, основанная на том, что есть стопы, по данным некоторых брокеров, которые спрятаны вот за вот этим минимумом. Они распространяются на 150 пунктов. Но то ли моя ошибка, то ли ошибка там в котировках. В общем-то, импульс как таковой был, да, но меня тут фактически не открыло совсем. Ну, вообще-то, да, нормально. Порядка 45 тиков. Ну, самых маленьких, да, пятизнаковых тиков не открыло. В общем-то, отобрали у меня 1%. Итого, я в минусе с прошлого четверга на 0,5%. Это, конечно, не критично, но тем не менее, в прошлой неделе, конечно, получилось по большому счету фейковое. Если, допустим, говорить дальше о евре, то я также смотрю о ней как на возможности в шорт. Ну, единственное, что надо, конечно, поторговаться в этом объемчике, чтобы уже какую-то энергию, так сказать, запастись в данном контексте. Теперь, что касается алгоритмов, которые торгуются. Здесь, на сайте, кому интересно, да, в разделе «Инвестирование», «Управление с алгоритмом» все, в принципе, описано. Основная концепция заключается в том, что человек передает доступ к счету. И я на своем сервере устанавливаю специальный терминал, через который он, собственно говоря, и торгуется, собственно говоря, ну, алгоритм имеется в виду, торгуется, да, и какие у нас все описано, есть оферты. Мы уже в прошлый раз с вами говорили об этом, не суть важна. И какие у нас примеры? Вот у нас примеры. Это на 19 число сегодня я их обновил. Это непосредственно картинки, взятые с мониторинга сайта MyFixbook. То есть практически все, я считаю, не все, а практически все, я считаю, расшаренные через MyFixbook. Я не стал расшаривать счета, которые имеют историю до того, как они попали ко мне в руки, потому что история это вообще очень плачевная на самом деле. Вот, и тем не менее, мы что здесь видим? После вот этого снижения, о котором я уже рассказывал вам, это фактически закрытие отрицательных позиций по итогу мая, который мы с вами накопили, который я накопил, состоялось. Где-то оно больше, где-то оно меньше, и дальше нарабатываем определенную прибыль по всем абсолютно счетам. Ранее говорил, что есть счета, где еще не разгрузились, вот мы их разгружаемся. А есть у меня претензии к двум брокерам. Я не знаю, можно их называть, либо нельзя их называть. То есть это на будущее, так сказать, участникам рынка вдруг кому интересно. Потому что у меня требований к брокеру нет. У кого, кто, какой, у какого брокера убирает, таким брокером он выбирает, да, фактически. Но есть такое небольшое не то, что претензия, а замечание. Поэтому, если будет интересно, задавайте вопросы, я расскажу эти имена. Значит, и что здесь еще интересного? Значит, ну и новые счета, как я уже вам ранее говорил, все пока, в принципе, плюсуют. Остается у нас с вами две недели. Я думаю, что по тем счетам, по которым есть вопросы за две недели, я, наверное, расквитаюсь, кроме там одного-двух. Да, там есть кое-где просадки. А по остальным счетам, если евро опять не учтит там сильные какие-то трендовые движения новостные, то, наверное, зафиксируем прибыль по июню месяцу. В целом, если говорить, опять же, про тот мониторинг, который у нас есть, да, ну вот они все счета, которые там находятся на счете. Мы с вами также плюсуем порядка 5-37% для каждого счета в месяц. То есть, опять же, это как средняя температура по больницам. Я это уже, да, говорил, для кого-то и 1,2% за всю историю торговли, а кому-то и 10%. В зависимости от того, какой риск на сделку и какой депозит у нас по факту существует. Дальше. Я бы еще хотел вам рассказать немножечко вот про этот метод анализа. Дело в том, что на моем же ресурсе появилась такая услуга. Я могу этот инструмент передать, да. То есть, мой ресурс позиционирую как для трейдеров-инвесторов. И, конечно, не на бесплатной основе, потому что это будет, ну, не цениться, да, но фактически с некой стоимостью. Что это такое? Значит, я каким образом работаю? Есть у меня из трех методов, да, то есть из ручной торговли, из торговли с алгоритмами, из торговли с алгоритмами. Два из них, два из этих методов, в принципе, не прогнозируют движение цены. И это записанные видеоролики, да, их там всего на самом деле три, в которых четко расписывается, почему не имеет смысла заниматься прогнозированием в какой-то степени, что это дает кому-то, что это дает, что это не дает, какие есть преимущества, какие нет преимущества, как можно поступать в действительности, да. В общем, я в этом курсе, который, в принципе, предлагаю всем желающим, то есть воспользуюсь этой площадкой, не могу себе не позволить не сказать, предлагаю пройти эту подготовку, да, будем говорить откровенно честно. Что узнаете, человек? Значит, другая концепция рынка, то есть это та концепция рынка, которая, ну, я постарался здесь полностью сломать ту концепцию, которую вкладывают большинство, то есть какие-то там анализы о том, что там есть какие-то крупные деньги, но фактически это в какой-то степени не важно, да, для результата, для достижения результата, знание о том, что где-то есть крупные деньги, и они зашли так либо иначе, для достижения результата, на мой взгляд, не важно, и это тут объясняется, собственно говоря, почему. Во второй части тот самый алгоритм, которым я торгую на счетах и мистеров, я, в принципе, придаю и пользователю, только это немножечко другой алгоритм, он закрытый код, потому что там есть авторство, ну, я не буду говорить авторские там права, Игорь Николаевич поддерживает меня, тут с авторством в нашей стране очень все печально, короче говоря, я не хочу их просто распространять, вот, но тем не менее, абсолютно рабочая модель, которой, в принципе, я пользовался и в каких-то моментах пользуюсь до сих пор, вот, со всеми настройками, и в третьей части я рассказываю, как же, собственно говоря, с ним торговать, да, и что самое примечательное, мне, честно говоря, понравилось в какой-то степени, в момент, когда я записывал вот эту вот третью часть управления риском, то есть я не только на теории рассказывал, в каких ситуациях там нужно разгружать позиции, в каких ситуациях настраивать алгоритм, такую работу, такую и такую, в общем, не суть важна, да, я еще и показывал непосредственно, эта запись была под конец мая, и там непосредственно в режиме реального времени я действовал прямо непосредственно на реальных счетах, чтобы на деле показать, как это все, собственно говоря, делается и что из этого получается, вот, то есть, на мой взгляд, это практикум фактически здесь не учится в том плане, да, посмотрите, как я торгую и попробуйте сделать точно так же, здесь дается лопата и говорится, вот копать надо, вот, браться за черенок и вот втыкать ее в землю, можете ли вы взять эту лопату и не научиться копать, конечно, можете, да, если вы будете колоть ей дрова, ну, в общем, я думаю, вы алгоритмами, да, поехали по опционам, ситуация, конечно, очень интересная, я сегодня на работу пришел в офис, думал, какую бы мне такую крутую-раскрутую конструкцию собрать, для того, чтобы засесть в профит, зафиксировать профит к середине июля, но как только открылся наш рынок, сразу же передумал, сразу же появились у меня другие задачи, да, потому что, напоминаю, по двум из счетов, которые мы с вами постоянно мониторим в этой программе, да и, в принципе, я везде их мониторю, да, по первому портфелю вопросов нету, там практически все позиции закрыты и конструкция выглядит вот так вот, то есть мы с вами технически плюсуем при любом абсолютно раскладе, то есть гарантированно получим 9000 рублей, потому что позиции закрыты. Если сишка начнет заваливаться и упадет там ниже, там, 57, в течение, скольки там, ближайших двух дней, да, то мы, конечно же, с вами еще получим, ну, не мы, я тоже неправильно говорю, я получу еще больше, да, если он продолжит расти, здесь вопросов нету. Тут я даже думал о том, чтобы закрыть эту позицию и начать собирать новую конструкцию, задумываться о конструкции, но, во-первых, да, ее еще хрен продаж, потому что вот этот вот опцион, который у меня остался, это купленные путы, 40 штук вот эти вот, они стоят 1 рубль, но их вообще даже за 1 рубль никто не покупает, там заявка примерно в 1500 контрактов стоит на продажу по 1 рублю, видимо, таких хитрых не один я, и ниже 1 рубля не поставишь, а покупателей данных путов нету, поэтому позицию, судя по всему, придется выходить на экспирацию. Да, балбесов нету, которые готовы купить у меня путы. Дальше, что касается другого портфеля, он у меня немножечко настораживает, потому что мы подходим к краю, и это вообще самое печальное, что может случиться, то есть подход к краю за несколько дней до экспирации, это просто какое-то кощунство. Мы с вами пульсовали порядка 10 тысяч, мы выходим с вами на экспирацию, и самая хорошая отметочка была у нас на вчерашнем закрытии рынка, 9500 должен был быть наш профит временный, но фьючер на 1 рубль подрос. Напоминаю, вот здесь, если смотреть по графику, у меня примерно, не примерно, а точно проданы колы, это 65 тысяч и 66 тысяч, они же откуплены. То есть, в принципе, все равно риски как бы закрыты, но хочется забрать прибыль. Сейчас текущая прибыль составляет 7 180 рублей, если я закрою всю полностью конструкцию, но это будет примерно 2% от текущего депозита, от текущего счета, что не очень-то хотелось бы. То есть, я все-таки уже как-то мысленно рассчитывал на 3,3, а тут, блин, 2 забирать, в общем-то, все не так уж классно, целый месяц все дело считал и прочее, прочее. Понятное дело, деньги, конечно, смешные, 10 тысяч рублей, но тем не менее, я тут борюсь за, в какую-то степень за справедливость, да? Вот. Что делать? Что делается в таких ситуациях? Ну, идея номер, даже 3 идеи, сейчас попробую предложить, это фьючерс. Прошу прощения, ребята, я маленько приболел. Фьючерс, значит, что можно делать с фьючерсом? Мы с вами видим, что наша позиция по дельте становится отрицательной. То есть, в принципе, на текущий момент, ну, что такое дельта, да, для... По-топорному, если объяснять, то, условно говоря, это наклон вот этой вот линии по касателе, да? То есть, это примерно шорт 7 фьючей. Вот такая же аналогия имеется здесь. Такая же позиция будет при шорте 7 фьючей, если мы пройдем здесь касательно, да, ко времени стоимостью. Это, конечно, геометрия, но я думаю, что понятно объяснил. Ну, вот, как это все дело исправляется? Нейтралится дельта, каким образом? Покупкой 7 фьючей. То есть, если мы с вами как будто бы по текущим ценам покупаем 7 фьючерсов, то мы с вами имеем вот такую вот конструкцию. Она у нас становится, ну, внешне чисто такой же, но вот кривой. Да, вот такой же, но вот такой вот кривой. Сейчас попробую изобразить, что я на себе показываю. Есть же такая примета на себе не показывать. Да, сильная, конечно. Вот такое вот, да. То есть, если мы здесь посмотрим, приблизим даже еще дальше побольше, то мы увидим, что у нас, в принципе, дельта нейтральная. То есть, рост базового актива нам на текущий момент не доставляет неудобств. Падение базового актива на текущий момент тоже не доставляет неудобств. Однако, чрезмерный уроз превращает нашу прибыльную позицию в позицию отрицательную. Причем больше, чем изначально мы на это рассчитывали. И то же самое здесь в другую сторону. То есть, покупка фьюча – это в какой-то степени позиция такая, ну, самое последнее, что можно в данном случае сделать, да. То есть, на последних жизнях экспирации, на последних датах экспирации, на последних днах жизни фьючерса и опциона, может упаси, совершить покупку этого базового актива. Ну, посмотрим. И ее имеет смысл делать, если мы, допустим, уже пройдем сильно край хотя бы так. Второй момент – это откупить, что мне больше нравится, да. То есть, у нас фактически минус-то приносят проданные колы, непроданные путы. То есть, вся опасность по вот этой позиции, по проданным колам. Вот. Поэтому логично, что взять и откупить. Сейчас, тем более, 65-е колы, они достаточно ликвидны. 102 их теоретическая цена по состоянию на текущий момент. И мы с вами можем посмотреть, да, сколько в стакане у нас заявок на покупку, на продажу. Здесь прям вообще торговля вовсю идет. Вовсю прет. Тут даже фьючерс в какой-то момент более спокойно выглядит. Стакан фьючей, да, чем стакан опционов. Что из этого можно выводить? Ну, во-первых, можно сказать, да, что откупить обратно эти путы не составит проблем, да. Тем более, что мы с вами видим, что, обратите внимание, они сейчас откупаются значительно дешевле, чем их теоретическая цена. То есть народ продает фьючей по более низкой цене. Ну, значит, продать кому-то нужнее в какой-то степени, да. Ну, не то, чтобы нужнее, а как будто выгоднее. Это то же самое, что везде огурцы на рынке стоят, например, 300 рублей, да, и один продавец всем продает по 250. Это говорит о чем? О том, что, блин, что-то ему очень надо скинуть. В общем, я это расцениваю как позитивный намек, и пока не тороплюсь это делать. Однако, если это состоится, имеется в виду, если я откуплю эти путы обратно, то моя позиция примет вот такой вот вид. Она станет совсем безопасной с точки зрения дальнейшего роста актива, во что я, конечно же, не верю, что доллар-рубут за последние два дня еще там улетит на какую-то кучу-кучу-кучу пунктов. Вот, ну, тем не менее, значит, если посмотреть, единственный минус, конечно же, это то, что мы теряем прибыль. Мы теряем прибыль, потому что изначально мы продавали эти фьючи по 215. Откупать нам придется по 104, по 100, ну, даже по 80, да. Ну, считайте, практически треть мы забрали. Поэтому прибыль наша, если она и будет, это будет 4,4 800. Это примерно 1,4%. Совсем печально. И третий возможный момент – ничего не делать. Да, то, что я сейчас и делаю. Прекрасная вообще мечта для российского человека – ничего не делать. И я сейчас придерживаюсь именно этой тактики – ничего не делать. Сидеть и ждать два дня. Два дня – это не критично. В конце концов, весь эта арма дневной сами вышли. Все, ребят, значит, здесь у нас все. Коротко, если подвести резюме по управлению позиций, значит, по копированию счетов будет обновление, будет новая статистика. Этим я занимаюсь, я думаю, что к концу июня я вам про нее расскажу. По алгоритмам практически везде разгрузился, и, в принципе, там уже кое-где профит капает. И думаю, июнь у нас будет нормальный. Ну, а фитчерсы, как я уже сказал, опционы, как я уже сказал, сижу, жду. Маленькая ремарочка, не знаю, знаете вы или не знаете. Тут, оказывается, есть люди, которые почему-то не знали этот момент про экспирацию. Экспирация и фьючерсов, и опционов будет проходить 21 числа в дневной клиринг. То есть практически можно сказать, что нам, ну, не нам, опять же, почему я все на вас перекладываю, мне осталось продержаться ровно 48 часов. Вот через 48 часов все закончится, и все. В следующей передаче, конечно, мы с вами встретимся, и я вам расскажу, чем все закончилось. И обещал рассказать на прошлой же неделе о новом видеоролике. Я специально выкладываю его под конец передачи, чтобы вы не вздумали смотреть этот ролик в тот момент, когда я рассказываю вам про какие-то интересные, на мой взгляд, вещи. Посмотрите, что это за ролик. Это ролик немножечко критичный, который я выложил на своем YouTube-канале. Я бы, честно говоря, очень хотел бы, чтобы вы поддержали его лайком и одним-двум комментариями, чтобы продвинуть его максимально высоко во всяких там рекомендациях и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы эту историю и эти правила получили максимальную огласку настолько, насколько возможно, теми ресурсами, которыми я обладаю. Поэтому любой комментарий от вас, любой лайк от вас сыграет только лишь пользу. Поэтому я вас жду. Все, ребята, вопросы, пожелания. Давайте. Хорошо, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Юрий, про этот ролик давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Про этот ролик. В чем основная идея для тех, кто еще не видел? Я свой канал и весь ресурс позиционирую в основном для, так и называю, для трейдеров и инвесторов. Именно там я рассказываю какие-то штуковины с трейдерской точки зрения и рассказываю, как правильно инвестировать, либо не инвестировать. В этом ролике основная суть заключается в том, что я говорю про пять важных вещей, на которые стоит обращать внимание потенциальным инвесторам. Для того, чтобы они не попали в лапы людей, которые нечестно по отношению к ним отнесутся. Все эти вещи достаточно четко прописаны, все эти пять вещей, они абсолютны. То есть их можно сделать и их можно проверить. Это не сложно, не стрёмно. Просто этот ролик, я давно хотел его записать, но тут на меня вышел человек, который попал, так сказать, с одним человеком в эту историю. И этот ролик как бы основан на реальных событиях. То есть эти события реально произошли, и вот мы как бы учимся на чужих ошибках и подчеркиваем пять вещей, на которые всегда стоит обращать внимание при инвестировании. Тот персонаж, о котором мы говорили, это тоже там звучит, я так понимаю, да? Я сделал немножечко по-хитрому. У меня все-таки нет было цели напрямую навалить грязи. Я это сделал косвенно, поэтому я придумал там некий псевдоним. Но ребята в комментариях быстро определили собственника, поэтому я думаю, что у зрителя не возникнет вопросов. Я понял. Нет, это значит, темы нет. Значит, вы не захотели эту тему трогать. Поэтому, ну, кто смотрит, то посмотрит, пожалуйста, мы, конечно, к этой теме касаться не будем. А какой темы у них не захотелось? Если нет имени и фамилии персонажа, темы нет. В комментариях, не в комментариях, даже в описании к этому ролику есть имена и фамилии. Вот и все. Это знаете как? Это как Путин не называет фамилию Навального. Я понял, да. Ясненько, ясненько. Все знают, о чем речь. Ну, как бы все. Я от темы, с темы, которую вы ранее предлагали, не отказываюсь. Ни в коем случае. Мне даже было бы интереснее. И, честно говоря, я сильно удивлюсь, если у вас такая передача получится. Я думаю, что нет, потому что Тимофей ответит, это не я. Это вы там себе придумываете. А я не назван. Идите вы все. Вот это дело и закончится. Ну, ладно. Ясненько, Юрий. Ну, жалко, просто в следующий раз, если вы, ну, как бы решаете какую-то атаку делать, прямо атакуйте, ни о чем не думайте. А если решаете и не делаете, ну, тогда да. Тогда в целом поговорить, это тоже полезно, тоже важно. Конечно, но это совсем другое. Ясненько. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор. Рады, что у вас дела идут на подъем. Только так все и должно идти. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Так, а вопросы мы с вами... Все понял. Ладно тогда, коллеги. Все, всем тогда хорошего. Хороших неделей профитной. Встречаемся с вами, опять же, через неделю. Все, пока. Да, хорошо. Всего доброго. До свидания.